всем доброе утро у нас утро мы с мариночка идем на автобус поведу ее в садик мне сегодня ребята уже легче температуры нет вот эту не сглазить бы надеюсь что больше не будет у вани небольшая была но сейчас он еще спит поэтому потом проверим будет или нет температура марина поздоровалась со всеми всем желаем хорошего дня и хорошего настроения ребята уже с садика зашла магазин купила такую пачку чая т.с. это зеленый чай с цитры цитрусовых я не могу без зеленого чая я уже много раз купила два литра молока хочу с утра сейчас супик молочный сварить и взяла сгущенку сегодня будем оладушку поэтому взяла такую большую бутылку все сейчас ставлю варить молочный супик так ребят у меня время вечер-вечер-вечер-вечер я хочу сделать оладушки у меня будет тесто направить и и катюша у меня будет пока я буду садик до чего ходить она будет жарить оладьи так что вот такие вот дела вот так вот немножко на литр кефира ребятишкам перекусить вонюшка у меня уже себя чувствует замечательно я так вообще не сглазить по дереву постучи не сглазить бы сегодня стираемся убираемся так необходимость соду добавила на суде буду делать на соде буду делать оладушки направлю а катюшенька пожарит а я пока буду ходить в садик у меня муж на литр кухне направляет инкубатор мы все-таки решили нынче инкубатор еще поставить цыплят потому что у меня многие спрашивают цыпляток и мы что-то подумали подумали куру на сейчас несутся вообще хорошо и решили поставить инкубатор также у нас еще появилось одно приобретение которое я было конечно против но муж все равно получил свою зарплату он сам купил позже покажу это два кролика они огромные они большие они мясная порода как бы считается огромными попозже я сниму покажу какие кролики муж хочет снова разводить кроликов мы когда-то разводили кроликов но перестали разводить после того как у нас по городу пришлось какая-то фигня что кролики погибать начали и у нас тогда больше ста голов умерло больше ста голов умерло и поэтому я больше не хотела кроликов я как помню как они у меня бедные умирали я что только не делаю и всякие уколы делали че тогда кучу денег у нас ушло для того чтобы остановить но знаете они друг за дружку у меня все просто умирали у нас тогда по городу у многих-то у меня больше больше ста штук и малышня из производителей и все господи я так ревела и вот после этого я зареклась что я больше кроликов держать не буду что сделал масло добавила в тесто пешком сегодня прогуляться самая пойдем садик пешком пройдемся погоду у нас сегодня солнышко так что завтра пойдем высаживать уже скорее всего помидоры буду высаживать в оборот муж будет доделать парник я буду помидор высаживать так что как то так кстати вот этот венчик от фабролик хороший выдерживает пока выдерживает он хоть и пластиковый но он пока вроде ничего нареканий не могу на него сказать муж у меня инкубатор поэтому ходит туда-сюда инкубатор направляет на летнюю кухню решили дома боимся что дети где-нибудь затянут стрясут мозга ему на мешок с мукой открывать уже новый мука быстро вообще заканчивается у меня там еще в запасе 20 килограмм есть поэтому я как-то не пришла да для большой семьи это нормально пока пока нормально надо зайти по пути в магазин еще купить хлеба пока вроде венчик нравится выдерживает я люблю на оладушке делать тесто густое и текло оно густое у меня оно так они пышные пышные получаются сейчас хорошенько вымешиваю и дам катюшки так все здесь у меня мука закончилась потом она внести будет я в таком контейнере могу сюда держу мне нравится такое хранение муки все сейчас тесто немножко постоит поднимется столько теста намесила поднимется и все и будем кипюха будет жарить ладно пойду я собираться мне скоро надо будет уже идти в садик так что вот такие дела ладно пойдемте так другие мои начала жарить оладушки вот такие вот они у меня получаются пышненькие вкусные я уже даже видите один пробую предвижу ваши комментарии Настя прекращаю есть выпечку ты толстая я нормальная я не толстая так что продолжаем жарить так что продолжаем жарить на садик еще целых полчаса поэтому успеем вкусненькие получаются оладушки вкусненькие получаются оладушки я себя совсем в этом не ограничиваю диагент все но понемножку так что вот такие вот дела у нас все жарим дорогие друзья мы с Мариной Марина поздоровайся со всеми здравствуйте сказала Марина покажи что ты такое попросила купить это хлопушка что она делает взрывается взрывается во рту да в магазин зашли хлеб для чего покупать и она попросила идем домой на улице солнышко такое хорошо так прям благодать вообще шикарная погода ладно всем хорошего вечера все пришла с садиком ребят зашла я все-таки купила себе терку вот такую вот что у меня телефон заедает я так смотрю у меня с опозданием видео идет и увидела вот такую шикенцию детку английский русский таблица умножения русско-английский алфавит и таблица умножения она картонная только взяла деткам повесим чтобы учили оксана крашит таблицу умножения это будет для нее классно и английские буквы будут повторять и тут русский еще Марина будет обучать и хлеб взяла еще три а еще шипучку ну вот которую Марина вам показывала все покупки ладно переодеваюсь и буду жарить оладушки а то Катя тут жарит их на одурительной скорости на которую они не прижариваются тупо говорят всем доброе утро ну всем добрый день надо сказать короче говоря решила сделать ленивые голубцы и перекрутила филе куриное у меня свиное уже перекручено может перекручу а филе куриное я вот в блендере классно быстро и удобно и превращается вот в такую вот кашицу видите все филе куриное готово тут с луком конечно я уже перекрутила сразу с луком и фарш куриный ой куриный свиной я уже разморозила вот пакетик сейчас буду его уже уже делать сейчас еще капусту нашинкую будем делать свиной фарш с куриным фаршем с капустой сделаю ленивых голубчиков голубчиков ленивых у меня вело капуста лежит решила сделать ленивых голубцов вот такой вот свиной фарш тут сразу и сало и все вместе плюс с куриным перемешаю будет вообще хорошо и будет классно да сыночка Ванюша уже получше но я бы не сказала что совсем лучше Ванечка иди пожалуйста там играй хорошо сына да ну давай играй играй вместе с ним почему не сказала бы что лучше тоже вчера он жаловался что у него ушко болит все сегодня у него уже ушко не болит до этого он жаловался что у него горло болит уже с горлом тоже все хорошо сегодня у нас другая проблема появилась у нас сегодня из носа такой гной шел это вообще что-то с чем-то было несравнимо я такое вот сколько у меня детей я такое еще ни разу не видела что прям такие сопли вчера у него нос все хорошо было на ночь мы всегда закапываем носик пока он сейчас болеет закапываем носик поэтому я знаю что все хорошо что такое за болезнь такая я ничего понять не могу сначала у него первое было это горло жаловался температура подскочила на следующий день у нас ухо сегодня у нас нос еще были глаза один день у нас сильно было то что у нас сильно были глаза загноившиеся я не знаю что это за вирус опять такой новый идет но причем не у одних у нас такая ерунда там у некоторых ребяток тоже такая вот с некоторыми мамочками с другими общаюсь и вот говорят такая же ерунда у них была так все в фарш сейчас добавлю все специи так где-то у меня паприка была паприка 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 перец карриш морковь для рыбы еще здесь у меня паприка закончилась что ли для рыбы чили а паприка у меня все закончилось разрыхлитель тесто ну да вся паприка закончилась ладно другими найдем чем о света проснулась выспалась ты на время смотрела каникулы начались дети могут спать у меня Маша и Оксана уехали на площадку я вот возмущалась насчет площадки у нас отменили талоны на площадку всегда каждый год давали талоны нынче талоны не дают вот смотрите площадка за двоих я заплатила полторы тысячи а за дорогу за двоих за восемнадцать дней я заплачу тысяч восемьсот представьте на эту сумму сколько можно было бы мясо того же самого набрать и шашлыки сделать куда лучше чем эта площадка вообще конечно я в шоке от таких многие родители возмущаются по этому поводу ну вот больше даже на площадку детей сдавать не буду потому что сами понимаете у нас в день уходят но сейчас у меня двое сто рублей в день на проезд на автобус так как мы не в городе живем и у нас проезд в одну сторону на одного человека двадцать пять рублей на двоих то есть туда пятьдесят и обратно пятьдесят это сто рублей в день короче дурдом полнейший ну пока сейчас уже я узнавала нельзя отказаться от площадки так как уже все я оплатила уже все я говорю ладно хотите что теперь что то Ванька там сломал что ли нет показалось мне ладно дорогие друзья фарш приготовила сейчас нарежу капусту и будем делать с вами ленивые голубцы испытываю уже новую терку внутри морковку в капусту капусту уже помела сейчас морковку закрою чтоб ленивые голубцы сделать вкусненькие будут так вкусненькие давно не делала ленивых голубчиков что то так это думала думала что приготовить дети путем ничего есть не хотят жарко стало на улице у нас второй день жара тёрка прошла испытания на ура все дальше готовлю и потом покажу все мои хорошие сделала вот здесь вот у меня в противне два четыре шесть восемь десять двенадцать тринадцать штук это я сейчас поставлю запекать сейчас сыночка хорошо и вот девять штук это пойдет в заморозку потому что оно не помещается у меня маленькая такая можно по идее два раза запекать но что то я не хочу сегодня два раза потому что я еще сегодня хочу картофельную запеканку сделать если интересно оставайтесь со мной заливку в голубцы буду делать из томатной пасты и немножко добавила острой приострой приострой сильной аджиги совсем чуть-чуть добавила это чисто для остроты немножко тогда оно вкуснее будет я так уже делала нам понравилось и сейчас буду заливать аккуратно чтоб не повредить все наши голубочки вот так вот сбоку тихонечко не торопясь зальем и поставим в духовочку будем готовить сыночка будут твои любимые голубчики все зальем будут готовиться они у нас весь бульон заливаю чтобы сверху было все вот это бульон полностью все голубцы покрывал все сыночка подожди зайка вот так вот у меня получилось полностью голубцы чуть-чуть буквально их тут видно сейчас ставлю в духовку и запекаем